Все ведет к тишине 10 марта 1991 года Покой Добрый день! Приятно быть с вами снова! Я считаю вас своей духовной семьей. Мы все одно, разницы нет. Люди все еще спрашивают, «Роберт, что вы видите, когда смотрите на нас? Вы видите энергию? Вы видите сознание? Вы видите игру света? Вы видите пустоту?» Если бы я видел что-то из этого, то не смог бы функционировать. Я вижу то же, что и вы, вас. Единственное отличие в том, что я осознаю, что я не тело. Поэтому, если я не тело, то я вижу, что вы также не являетесь телом. Я просто вижу мир, как наложение изображений на экран. Но я всегда осознаю, что вы – это изображение. Так же и тело, так же и деревья, небо, планеты, животные, насекомые и все остальное. По какой-то причине я всегда осознаю это. Я осознаю, что это как пузырь. Пузырь лопается, и реальность выражает себя, как сознание. Поэтому я вижу вас так, как вы видите меня. Но я вижу вас, как сознание, реальность. Или же я вижу вас, как себя, как экран, и вся Вселенная, просто наложение на экране. Я не вижу вас, как человеческие существа. Я не вижу это радио, или лампу, или стол, как существо само по себе. Я вижу это, как сознание. Это не означает, что сознание выделило все это. Как я всегда объясняю, сознание содержит себя в себе. Оно проявляет только себя. Все это словно оптическая иллюзия. На самом деле оно не существует, как и сон не существует в действительности. Во сне вы продолжаете жить, летите из Нью-Йорка в Калифорнию, переживаете разные моменты из вашей жизни. И все кажется реальным. Но вы просыпаетесь, и пузырь лопается. Я думаю, что единственная разница между вами и мной в том, что я всегда это осознаю. Если вы всегда это осознаете, нет страха. Страх появляется только тогда, когда вы верите, что мир реальный. Когда мир оказывается иллюзией, где страх? Что в мире может огорчить вас, если вы знаете, что мир – это всего лишь сон? Вы можете сказать, может быть, это сон, но я не хочу, чтобы мне причиняли боль во сне. Я хочу, чтобы мой сон был гладким и легким. Я хочу быть счастливым, гармоничным и здоровым. Если вы думаете так, то еще не понимаете, что такое сознание. Сознание выше всего этого. Сознание – это божественная гармония. Ничего из этого не существует. Я осознаю, что это трудно постичь. Может казаться, что с моим телом, делами, жизнью случается нечто самое плохое. Однако я осознаю, что это не происходит. Я не притворяюсь, что этого не происходит. Я не подавляю это. Я не говорю себе «Роверт, ты должен видеть только хорошее». Это нечто выше этого. Нет хорошего, нет плохого. Это абсолютная свобода, абсолютное освобождение. Смотрите на это таким образом. У вас есть представление, что такое Бог, потому что вам внушили это с детских лет. Вы можете представить, чтобы Бог боялся чего-нибудь? Или что Бог проживает какие-то опыты? Или что Бог говорит «Это хорошо, это плохо, это правильно, это неправильно. Лучше, чтобы у меня было и это, а не то». В Боге нет двойственности. Итак, Вселенная – это конечное единство. Конечное единство – это еще одно название для божественной гармонии. Это за пределами всех концепций и предвзятых идей. Человеческий ум не может постичь это. Достаточно сказать, что все в порядке. Именно тогда, когда мы начинаем успокаивать свой ум, мы приближаемся все ближе и ближе к этому пониманию. Когда наши мысли начинают останавливаться, когда они замедляются, тогда вы все больше и больше осознаете, что все в порядке. И реальность является вам сама по себе. Пока вы отождествляетесь с миром и вещами в мире, вы никогда не узнаете истину о себе. И снова вы можете сказать, «Я должен функционировать в мире. Я должен работать. Я должен иметь семью. Я должен заботиться о своих интересах». Кто говорит, что вы не должны? Но это не имеет к вам никакого отношения. Вам нужно понять, что ваше тело само о себе позаботится. Сон будет продолжаться сам по себе. Вы будете делать то, для чего пришли на эту землю, без размышлений об этом, без стараний заставить что-то случиться, без попыток что-то исправить в этом мире. Вот что я имею в виду, когда говорю, «Будьте собой». Просто будьте собой. Живите в вечном сейчас. Это и есть бытие собой. Будьте спонтанными. Позвольте миру разворачиваться так, как он должен. Не осуждайте. Смотрите на все свежо и по-новому, с восторгом. Имейте почтение ко всему в жизни. И задавайте себе вопрос, кто я. Тогда что-то начнет происходить. Самое ближайшее, что вы можете использовать, чтобы испытать тихий ум, это песнопение. Песнопение создает вибрации в нервной системе, которые способствуют замедлению ума. Множество людей не могут продолжительно заниматься отмовичарой, самоисследованием. Тем, кто практикует самоисследование, иногда нужно сделать паузу. Тогда включайте кассету с песнопениями. Подпевайте про себя ревслух. И вы обнаружите, что углубляетесь в себя все больше и больше. Что ум становится тихим, спокойным, неподвижным. Давайте сделаем это прямо сейчас. Вы не против? Песнопение Некоторые люди рассказывают, что им нравятся беседы. Некоторые говорят, что им больше нравится песнопение. Другим больше нравятся вопросы-ответы. Еще кому-то больше нравится тишина. Помните, что это такое. Это сатсанг. Это не лекция или музыкальный фестиваль. Все, что мы делаем, важно. Даже если я говорю о погоде и больше не о чем. Именно пребывание на сатсанге делает так, что что-то происходит в вашем сознании и поднимает вас выше. Однажды был святой человек, который умер и попал в рай. Он подошел к вратам рая и постучался. Вышел Бог и сказал, что ты хочешь. Святой человек ответил, Я твой слуга, я пришел. Бог сказал, извини, здесь для тебя нет места. Прощай. И ушел. Святой человек пребывал в полном недоумении. Он сел перед воротами и стал размышлять. Почему Бог не впустил меня? Так он просидел два года, размышляя, почему я не смог попасть в рай. Наконец-то до него дошло. Он снова постучал в ворота, вышел Бог и сказал, Кто ты? Чего ты хочешь? Святой человек сказал, Я твой слуга. Я обратил тысячи человек в твою веру. Я проповедовал Библию миллионам. Я совершал благие дела. Пусти меня. И Бог сказал, Извини, мне нет дела до того, что ты сделал. Здесь для тебя места нет. И ушел. В этот раз святой человек обеспокоился всерьез. Он не мог понять, почему Бог меня не пускает. Он снова сел перед воротами. Прошли столетия. Помните, что он все равно был мертвым, так что это не имело значения. Он размышлял, почему Бог его не впустил. Затем до него дошло. Он снова поднялся, постучал во врата рай. Вышел Бог и сказал, Кто ты? Чего ты хочешь? Святой человек сказал, Господь, я твой смиренный слуга. Но я должен признаться в своих грехах. У меня были сексуальные связи со своими женщинами преданными. Я ел мясо, а людям говорил, что я вегетарианец. Но я во всем признаюсь тебе. Могу ли я сейчас войти? Бог посмотрел на него и сказал, Мне нет дела до того, что ты делаешь. Для тебя здесь нет места. И ушел. Снова святой человек сказал, Что это такое? Я сделал все, что мог. Я буду сидеть возле этих ворот, если нужно целую вечность, пока не найду, в чем проблема. И так он сидел. Проходили года, столетия. Он размышлял. Я признался в своих грехах Господу. Я признался Ему в своих добрых деяниях. Я хочу попасть в рай. Подожди-ка минутку. Кто этот я? Кто это я, который совершал грехи? Кто это я, который совершал добрые деяния? Кто это я, который хочет попасть в рай? Кто я? И вдруг он начал смеяться. До него дошло. Он катался по полу от смеха. Потом встал и постучал в ворота. Вышел Бог и спросил, кто ты. Тот ответил, я ты. Бог открыл ворота и сказал, Входи. Здесь никогда не было места для меня и тебя. Точно так же и с нами. Мы заявляем, что хотим быть самореализованными. Мы не осознаем, что мы уже самореализованы. Мы просто должны отпустить верование, что я деятель. Нет разницы, что вы совершили в прошлом. Для самореализации нет разницы, вы совершали хорошие дела или плохие. Как только вы познаете истину, то станете свободными. Истина в том, что прошлого нет. Никогда не было прошлого. У Вселенной нет основы. Ничего не удерживает ее вместе. Поэтому вам ничего не нужно делать, чтобы, так сказать, быть в раю. Теперь помните, что это не дает вам права ходить и обижать людей, грабить банки и делать все, что вам хочется, потому что нет разницы. Я говорю совсем не об этом. Генри нравится Ишур. Ишур – его хороший друг. И это сон. Пока вы верите, что вы человек, что вы деятель, что вы личное я, что есть личный Бог, именно здесь есть место молитве. Вы можете молиться вашему личному Богу, и вам помогут. Ваш личный Бог позаботится о вас, если вы сдадитесь и покоритесь Ему или Ей, кем бы ни был ваш личный Бог. Но когда вы покоряетесь, то отдаете свое яго, не так ли? Вы говорите, я не что, а ты все. Это помогает. Идя в этом направлении, однажды вы пробудетесь к факту того, что Бог, которому вы молились, это никто иной, как вы сами. Во сколько, как может Бог быть отдельным от вас? Где же Он живет? Какова Его природа? Вы начинаете понимать, что вы есть то. Вы обнаруживаете свободу в себе. Вы начинаете видеть, что Бог на самом деле не внутри вас, а вы есть Бог. То, что я называю Богом, это сознание. Я осознаю. Я осознающий. Я существую. Я есть. Больше ничего нет. Вы начинаете видеть себя, как всеприсутствие. Вы больше не ограничены своим телом или личным «я». Вы прорвались и живете в блаженстве. Ваша работа в том, чтобы удерживать ум от блужданий. Вам нужно сдерживать ум, останавливать мысли. Останавливать его, когда он приходит в ярость. Ум вам не друг. Он делает вас человеческими. Он заставляет вас верить, что вы тело, что вы обособлены. Как только вы увидите, что тело исходит из вашего ума, у него нет никакого существования, кроме как в вашем уме. Вы также осознаете, что тело Вселенной – это то же, что и ваше тело. Поэтому оно является проявлением ума. Это принесет проблеск свободы. Вы смотрите на мир и осознаете, что мир – это истинное «я». Я есть, и это истинное «я». Больше ничего нет. Вы захотите поделиться истиной со своими друзьями, семьей, коллегами, но не сможете, потому что нет слов, чтобы это описать. Куда бы вы не посмотрели, вы видите свободу. Куда бы вы не посмотрели, вы видите любовь. Все тривиальное ушло. Осуждения рассеялись. Вам нечего бояться и не за что бороться. Все в порядке. Вас будто осеняет. Вы когда-нибудь видели мультфильмы, где сверкает молния, если кому-то приходит идея. Что-то подобное происходит и с вами. Это будто бы вы проснулись после долгого сна. В этом пробуждении нет ни прошлого, ни будущего. Есть только сейчас. Вы просто стали собой. Вы не стали чем-то чужим или посторонним. Вы просто проснулись к себе, и вы чувствуете себя чудесно. Вы должны спросить, кто я такой, что я об этом думаю. Вы можете сделать оценку по количеству печали и радостей или человеческих усилий, через которые проходите. Если вы верите, что вы человек, то переживаете человеческое счастье, человеческую печаль. Вы переживаете человеческие опыты. Вы никогда не познаете истинное «я» таким путем. Но как только вы перестанете реагировать на свои человеческие добродетели… Есть люди, которые говорят, у меня ни разу в жизни не было тяжелых дней. Я им отвечаю. Вы просто застряли в своих хороших днях. Точно так же, как в своих тяжелых днях. Поскольку реализация – это не о том, чтобы иметь хорошие дни. Постарайтесь понять, что человеческое «хорошо» не имеет к этому никакого отношения. Человеческое «хорошо» – это карма. И когда кармические связи ослабевают, вы будете переживать их противоположность. Вам нужно выйти за пределы. За пределы всего понимания. За пределы концептуального мышления. За пределы всех интеллектуальных концепций. За пределы всего известного человеку. И, конечно же, это тишина. Все ведет к тишине. Именно в тишине вы переживаете чистое осознавание. Именно в тишине вы переживаете блаженство. Именно в тишине вы есть. Вас нет ни в чем, что вы можете описать. Вы стали чистой божественностью. Вы пробудились. Почему бы не пробудиться сейчас? Зачем продолжать играть в игры? Проснитесь. Познайте, кто вы есть. Будьте собой. Оставьте мир в покое. Снова ваше тело, то, как оно вам кажется, будет функционировать в мире. И оно будет делать то, для чего сюда пришло. Только оставьте его в покое. Не вмешивайтесь в процесс. Не реагируйте на обусловленности. Постоянно отождествляетесь с истинным «я». Истинный «я» – это «я есть». Вы просто осознаете это «я есть». Если после этого что-то появляется, исследуйте, кому это пришло. «Я не это». «Я не то». «Я есть». Даже если после «я есть» приходит слово «Бог», это ваш ум обманывает вас. Задайте вопрос, кому это приходит? «Слово Бог». Будет достаточно «я есть». Это все, чем вы должны быть. «Я есть». Все остальное – избыточное, ненужное. Если ваш ум говорит «я тело», снова исследуйте, кому это приходит. Какие бы слова ни появлялись у вас в уме, избавляйтесь от них. Слушайте «я есть». Слушайте «я есть». Некоторые люди интересуются, хорошо ли задавать вопросы. Некоторые боятся задавать вопросы, потому что думают, что кто-то сочтет их глупыми. Ответ на это – да и нет. Есть некоторые моменты в учении, которые, возможно, вас интересуют. Что-то, что вы не понимаете. Тогда вы должны задавать вопросы. С другой стороны, если вы приходите сюда с правильным отношением, все ответы найдутся внутри вас. Поэтому не чувствуйте себя неловко, если вы задаете вопросы. Все это часть учения. Может быть, происходит нечто такое, чтобы вы хотели знать, но я этого не осветил. Поэтому, пожалуйста, задавайте любые вопросы о духовной жизни или еще чем-то. Неважно, о чем вы спрашиваете. У меня нет ответов, но вы все равно можете спрашивать. Вы обнаружили более глубокое переживание истинного «я». Оно углубилось со временем или же осталось одинаковым? Иначе говоря, когда человек постигает это, оно продолжает углубляться и созревать со временем или… Не бывает никакого погружения. Вы или пробуждаетесь, или нет. Но, с другой стороны, кажется, что вы становитесь более спокойными на пути. И все, что раньше вас беспокоило, кажется, исчезает. То есть, когда происходит реализация, есть процесс, как бы процесс. И это не процесс реализации. Да. Это процесс для вас, чтобы стать лучшим человеком. Но пробуждение происходит само по себе. И оно не имеет к этому никакого отношения. Но также происходит и видимость того, о чем вы говорили. Как хороший человек, вы продолжаете быть хорошим человеком после самореализации? Нет, не после. После самореализации никого не остается, чтобы быть хорошим человеком. Хороший человек до этого. Наоборот, были такие воры, убийцы, которые внезапно, без всякой на то причины, становились самореализованными. Это зависит от человека. Еще раз вы или пробуждены, или спите. Посередине не бывает. Как только вы пробуждаетесь, то понимаете, что всегда были пробуждены. Никогда не было такого, чтобы вы были непробужденными. Но до этого вы иногда проходите через разные игры, ритуалы и опыты. Все зависит от зрелости человека. А что, если человек незрелый, и у него есть, как вы говорите, самореализация? Это незрелость. Она излечивается с течением времени, при наличии самореализации. Эта незрелость исцеляется, и человек становится более утвердившимся в своем. Если человек пробуждается, нет вопросов о незрелости. Такие вопросы уходят, поскольку еще раз, никого не остается, чтобы быть зрелым или незрелым. Все концепции закончились. Все, о чем мы говорим, происходит до пробуждения. Как только наступает пробуждение, нет вопросов. Итак, эти существа, извините, чтобы продолжить, это нормально. Эти индивидуумы, так называемые грешники, которые вдруг получили реализацию, что происходит с их склонностями, самскарами? Они сгорают в этой реализации? Сгорают целиком. Они никогда не существовали. Обрыв в аудиозаписи. Аудиозапись резко начинается. Пузырь ушел? Нет пузыря. Потому что нет никого, чтобы переживать пузырь. Но вы сказали, что божественная эта часть пузыря. Разве не так? Я не сказал именно так. Вы так не говорили? Я не сказал именно так. Кажется, что есть пузырь в проявлении мира. Но пузырь лопается и остается абсолютная свобода. Пузырь – это мир. Он как пузырь, как сон. Когда лопается пузырь, сон оканчивается, и вы свободны. Где здесь необходимость пузырь, должен быть кто-то, чтобы переживать пузырь. Когда есть реализация, то переживающие и переживание трансцендируются. Иначе говоря, нет никого, чтобы что-то переживать. Нельзя пережить и свободу. Это верно. Свобода – это слово, которое говорится до реализации. Когда человек реализованный, для кого есть свобода? Ты становишься свободой. Для реализованного человека нет такого слова. Если кто-то спит, можете ли вы подойти к такому ученику, потрясти его и пробудить? Можете сделать так со мной? Подойти и разбудить вас? С моей точки зрения, вы уже пробуждены. Но вы должны увидеть это самостоятельно. Может ли один человек сделать это для другого, помочь другому пробудиться? Очень редко, но возможно. Обычно так происходит с человеком, который находился на духовном пути в течение многих жизней, на высшем пути. Тогда посредством касания или взгляда он прорывается через маю и становится свободным. Это возможно, но очень редко. Что касается вопроса, могу ли я это сделать, здесь никого не осталось, чтобы что-то делать. Если бы я такое делал, тогда были бы вы и я. Но нет ни меня, ни вас. Есть только конечное единство. Поэтому у меня нет причин это делать. Если вы сможете понять, что есть одно истинное я, никого не останется, чтобы что-то кому-то сделать. Делание – это часть сна. Когда приходит пробуждение, есть только один – деятеля нет. Люди, которые занимаются такими вещами – йоги. Но джняни никогда не занимаются этим. Однако есть люди, которые заявляют, что так происходит. Многие пробужденные во времена Раманы Махарши заявляли, что когда он смотрел на них или нечаянно касался, это порождало процесс пробуждения. Он все отрицал. Это зависит от зрелости индивидуума. Все возможно. Если придерживаться невегетарианской диеты, это может затянуть пробуждение или препятствовать ему? С моей точки зрения, по морали правильно быть вегетарианцем. Душа очищается, и вы приближаетесь к реализации. Поедание мяса делает человеческое тело тяжелым и притягивает вас к земле. Поэтому в учениях говорят о трех кунах. У тех, кто ест мясо, есть томасические качества, самые низкие качества человека. Поэтому лучше не есть мясо. Ваше мышление становится яснее. Вы становитесь более чистыми. Вы способны впитывать высшие учения. Духовные искатели должны есть сатвическую еду. То есть в основном зерновые, фрукты и овощи. Иногда немного молока. И они должны есть маленькими порциями. Возможно соблюдать один день в неделю пост. Еда не должна быть для вас важной. В наши дни люди теряются в еде. Какая еда правильная? Какая еда плохая? Какая еда продлевает жизнь? Какая еда делает вас здоровыми? В конце концов, все в любом случае умрут. Поэтому на самом деле нет большой разницы. Вы сказали, что душа становится более очищенной. Что такое душа? Душа – это нечто, что, как кажется, имеет тело. Пока вы верите, что вы человек, есть душа, которая покидает тело после того, как вы умираете. Она переходит на астральный план и играет в игры сама с собой. Но когда вы начинаете понимать, что вы не тело или деятель, тогда для кого есть душа? Нет тела, нет души, нет астрального плана. Есть только истинное «Я». Душа идентична истинному «Я», когда она полностью очищена от ума? Нет. Если бы душа была идентична истинному «Я», тогда была бы двойственность, было бы двое. Была бы душа и истинное «Я». Душа – это не истинное «Я»? Нет. Когда она очищена от личного «Я» и ума? Душа не может быть очищена. Душа – это часть личного «Я». Истинное «Я» не имеет души. Зачем истинному «Я» душа? Тогда вы говорите, что душа – это ум. Душа – это ум. Душа – это личное «Я». Ладно. Все эти вещи – это проявление ваших собственных мыслей. Но по правде нет ничего, кроме истинного «Я». И «Я» есть то. Мы захватываемся всеми этими концепциями, которые привязывают нас к Земле. Например, в моей диете я ем зерновые, фрукты и овощи. Но я мало об этом думаю. Моё тело автоматически встаёт, идёт за едой, которая ему нужна, чтобы поддерживать себя. Однако я не имею к этому никакого отношения. Если «Я» не мои мысли, не будучи своим телом, это моя жизнь, я смотрю на всё будто бы сквозь него, и не вижу, как могу проживать свои практические аспекты бытия телом и все эти вещи, которые я должен делать на этом этапе жизни. Если бы вы действительно знали, что вы не тело, этот вопрос никогда бы к вам не пришёл. Извините? Этот вопрос никогда бы к вам не пришёл, поскольку это факт, что ваше тело всегда позаботится о себе. Кто растит апельсины на апельсиновом дереве? Кто растит манго на манговом дереве? Кто растит траву? Кто заботится о мире и земле? Та же сила, которая заботится обо всём на этой планете, будет заботиться о вашем теле. Вам не нужно об этом беспокоиться. Всё будет хорошо. Ваше тело не перейдёт улицу и не будет сбито машиной, если вы не витаете в облаках. Вы будете пробуждены. Быть пробуждённым – это не значит быть в ступоре и натыкаться на стены или специально быть сбитым машиной. Быть пробуждённым – значит быть пробуждённым. Всё происходит спонтанно, но происходит лучше, чем вы могли себе представить, если вы обдумывали это. Поэтому будьте собой, и вы увидите, что произойдёт. Видите, я взял стакан с водой и немного выпил. Я не думал об этом. Это было спонтанно. Я не говорил, интересно, смогу ли я выпить воды. Интересно, чистая ли вода, свежая ли вода, разобьётся ли стакан. Точно так же с вашим телом. Когда вы перестаёте думать о нём, оно заботится о себе лучше, чем когда-либо. Тем из нас, кто говорит, «Ой, я никогда не получу это, или это кажется таким трудным, или на это может потребоваться много жизней», вы советуете не говорить и так. Это и знание, что наши слова имеют силу, потому что наши мысли имеют силу создавать то, что мы ожидаем. Пока вы на физическом плане, слова и ума действительно имеют сил. Слова приходят из вашего ума. Когда вы говорите что-то негативное про себя, то удерживайте себя привязанными к земле. Даже когда вы совершаете ошибку, осознайте, что вы сделали ошибку, и забудьте об этом. Идите дальше. Не размышляйте об ошибке. Не размышляйте о простудке. Увидьте, что это было. Исправьте, если можете. И идите дальше. Но удерживайте своем на истинном «я», на «я есть». И все у вас будет хорошо. В Библии говорится, «Вначале было слово». Это учение хотело показать нам, что наши слова имеют силу, что они начинают процесс. На самом деле, они говорят о первородном слове «ум». Первым потоком творения был ум. Это было тем словом. Из него появилось творение. Если вы хотите вернуться обратно к творению, то воспевайте ум, и вы придете к причине творения. Но мы учим и понимаем, что творения никогда не было. За исключением того, когда живем на этом уровне. Тогда оно есть. Вы должны задавать себе вопрос, для кого есть творение. И вы обнаружите, что оно никогда не существовало. Ничего никогда не создавалось. В упражнении, которое мы проговариваем по утрам, мы понимаем, что все является проекцией нашего ума. Но по сути, мы работаем на этом уровне, чтобы сказать, что мы нереализованы. Нет, не нужно так поступать. Никогда не говорите себе, что вы нереализованы. Что мы реализованы? А вы реализованы? Вы об этом говорите? Вам нужно увидеть, что все, что вы наблюдаете своими глазами, это проявление вашего собственного ума. И ваш ум не существует. Нет ничего, что существует. Сначала вы осознаете, что все исходит из вашего ума. Все-все. Затем придет понимание, что ваш ум не существует, и вы будете свободны. Когда начинается реализация, думаю, так говорил Рамана Махарши, что это происходит с правой стороны в районе сердца. Она начинается в районе сердца. Так ли это в вашем переживании? В основном, в этом районе, где находится сердце? Или... Рамана Махарши так сказал по той причине, что люди хотели на этом заострить внимание. Они спросили, где находится Бог, где реализация. Он указал на правую сторону груди и сказал «в сердце», в духовном сердце. Эта попытка заставит людей понять, что оно есть где-то. Но по правде говоря, сердца нет. Нет духовного сердца. Есть только истинное «я». Есть только абсолютная реальность. Но для тех наивных людей, которым нужно место, чтобы над ним работать, он указывал на сердечный центр. Самого по себе центра нет. Тело больше не является частью человеческого ощущения. У вас никогда не было тела. Так зачем вы хотите чувствовать что-то в вашем теле? Все, что чувствуется в теле, это часть иллюзии тела. Помните, что когда я говорю о вашем теле, то имею в виду тело Вселенной. Потому что если вы видите индивидуализированное тело, то будете видеть много тел. Но когда вы осознаете, что есть одно тело, и это тело Вселенной, тогда все станет одним. Потом и это уходит. Вообще нет никакого тела. И вы становитесь свободными. Обрыв в аудиозаписи. Нужно делать большой акцент на свободе? Мы не делаем слишком большой акцент на свободе. Это просто слово. Это слово, чтобы объяснить, что вы не то, чем кажетесь. Вы ни к чему не привязаны. Ни связанности, ни дограничений. Поэтому свобода – это слово, которое это выражает. Это ложь. Но мы так же и не привязаны к тому, чтобы не иметь ум. Мы ни к чему не привязаны. Мы можем быть и видеть сон, или не видеть сон. В ту минуту, когда мы говорим, «Ой, это неправильно видеть сон. Это неправильно так делать. Это неправильно вот так делать». Я не говорю, что это неправильно. Я никогда не использую такие слова. Я не имею в виду вас, но оно как бы заставляет нас обнулить все, что есть. И то, что есть, может быть прекрасным. Все, что прекрасно в этом мире, временно. А что в этом неправильного? В этом неправильно то, что вы проживаете сон, заканчивающийся смертью. Все, что временно, должно закончиться, и вы испытаете обратную сторону монеты – несчастье. Мы все переживаем. Вы испытываете все, как смертное существо. Но кто хочет проживать жизнь, испытывая хорошее и плохое, плохое и хорошее, взлеты и падения? И потом вы должны умереть и пройти через разные ритуалы, карму, и повторять все это снова и снова. Вам нужно сойти с колеса и стать вечной радостью, блаженством, чистым осознаванием, садчитанандой, парабрахманом. Вам нужно выйти за пределы того, что, как кажется, есть. Помните, что это ваше смертное «я» видит хорошее и плохое в мире. Конечно, вам не нужно оставаться ваше смертное «я». Вам нужно выйти за пределы себя в вечность, абсолютное блаженство. Но если вы этого не хотите, тогда оставайтесь там, где вы есть. Поэтому я всегда говорю, каждый находится в правильном месте. Нет ошибок. Я просто провозглашаю это из места, в котором нахожусь. Вы можете слушать, практиковать, но вы не обязаны верить мне. Выбор всегда за вами. Вы видите, наши отношения отличаются от того, что вы о них думаете. На самом деле это не отношения к гуру-ученик. Я ни для кого не гуру. Я просто здесь, и вы можете смотреть на меня, как пожелаете. Я не просил того, чтобы быть учителем. Вот я здесь, и вот вы здесь. Что вы теперь будете делать с этим? Вы можете меня застрелить, вы можете делать все, что хотите. Пирожное со взбитыми сливками или пирог. На прошлой неделе вы предложили, чтобы мы бросили у вас пирогом. Так и сделайте. Помните, вы сказали, вот я здесь, вот вы здесь. Я подумал, как я сюда попал. Я не смог вспомнить, и до сих пор не помню, как я сюда попал. Я знаю интеллектуально, есть что-то, что может быть совершено из моего ума. Но я подумал, может ли это быть из моего интеллекта в данный момент. Очень странное положение дел. Вот так. Роберт, из вашей ориентации или той ориентации, которая происходит здесь, есть ли какая-то ценность переживаний сердечного центра? Переживания сердечного центра? Да, потому что переживания сердечного центра наполняют вас доверху блаженством и дают вам понять, что есть нечто выше, есть нечто еще, что имеет место быть. Это поднимает вас. Это поднимает вас. В этом нет ничего неправильного. Кроме того, что в этом нет ничего неправильного, является ли это полезным для процесса освобождения, в отличие от «Для освобождения ничего не полезно, кроме осознавания я есть». Каждое переживание, которое у вас есть, включая переживания сердечного центра, вы должны исследовать и задавать вопрос, кому это приходит. В конце концов, все должно уйти, включая все духовные переживания. Обрыв аудиозаписи. Потом Роберт продолжает. Если вы действительно желаете покаяться, просто посидите в молчаливой медитации и понаблюдайте совершенную реальность внутри. Поскольку все ошибки возникают только из ошибочной мысли, и как краса перед восходом солнца, они могут быть уничтожены с помощью благодатного света мудрости. Эд, у нас есть какие-то объявления? По многочисленным запросам, пасхальная воскресная Пхандара была перенесена с двух на шесть часов вечера. И здесь есть новая из бесед Роберта. Начиная со следующей недели, мы будем раздавать дизайнерские набедренные повязки как часть... Забудьте об этом. Это неплохая идея. Это будет новый дресс-код. Новый дресс-код, правильно. И еще одно объявление. Сегодня день рождения Эдварда Музики. Поздравление с днем рождения от всех. Давайте споем с днем рождения. Все поют с днем рождения для Эда и аудиозапись заканчивается. Эда. Редактор с днем рождения, сдачным рождения. по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok